Всем привет, друзья! Давайте поговорим на тему, как мы сами уменьшаем срок эксплуатации своего же аккумулятора на своем же автомобиле. Я думаю, многие сталкивались с тем, что на клеммах аккумулятора стали замечать небольшое окисление в виде зеленого или белого налета. Вопрос только один. Почему так происходит? Здесь все просто. Вокруг токовых выводов на аккумуляторе, прямо в пластике появляются микротрещины. Начинают проходить пары электролита и при соприкосновении с клеммами, с металлом, происходят определенные химические реакции, которые как раз и вызывают вот это самое окисление. И чаще всего мы сами допускаем, чтобы на аккумуляторе появились эти самые микротрещины. Что я имею ввиду под этим? Обычно мы спешим, не до конца откручиваем гайку, не ослабляем затяжку самой клеммы и пытаемся ее стянуть, болтая туда-сюда, ну то есть с небольшим натяжением. И то же самое, когда мы одеваем клемму на место. Накидываем их хаотичными движениями в натяг, устанавливаем эту самую клемму. В этот момент пластиковый корпус испытывает определенные напряжения, что может и вызывать небольшое растрескивание. Конечно же это происходит не сразу, но если частенько так делать, то они обязательно там появятся. И еще один такой момент, когда мы затягиваем клемму, мы стараемся ее затянуть как можно сильнее. Особенно если это делается каким-то большим ключом, например ключом-трещоткой, когда гайка уже дошла до упора, все равно продолжаем ее подтягивать так, что клемма идет на излом и естественно слегка выгибает корпус. Глазу возможно это незаметно, но тем не менее повреждения могут быть. Затягивать клемму нужно, но здесь главное не переусердствовать. Если на ваших клеммах есть возможность затянуть ее двумя ключами, то делайте это двумя ключами. Одним ключом держите, вторым затягивайте. Клемма у вас не будет идти на излом, одна сторона не будет приподниматься, когда вы будете затягивать, а будет стоять ровно, что естественно будет более благоприятно для вашего аккумулятора. Если все-таки клеммы аккумулятора стали у вас окисляться, то можно воспользоваться так сказать народными методами вырезать из войлока подходящую по размеру, так сказать шайбу, прокладку, пропитать ее маслом и сверху уже затянуть клемму. Это минимизирует химические реакции при выходе паров и соприкосновении с металлом. Друзья, если вам понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, всем добра, всем пока!